Сара Мун Небольшого роста, мы сегодня говорим, рост, фигура, но это человек фантастической красоты, обаяния и какого-то неуловимого стиля. Ее с восторгом снимает Хельмут Ньютон, Гебурден и другие знаменитые фотографы моды. Детство Сара Мун француженки проходит в Британии. Очень скоро Сара Мун берет в руки камеру и начинает другую карьеру, карьеру художника. И она начинает с фотографии моды и стиля. Сара Мун работает прежде всего с японскими дизайнерами. Это Ямамото, это Есимияки. Она создает образ женщины, которая всегда остается девочкой. И, собственно, эти дизайнеры создают одежду, в которую можно укутаться. Вот как девочка, которая в шарф закутывается от какой-то холодной и сырой погоды. Но мы же также закутываемся от жизни. Вот это хрупкое и трепетное начало, которое она видит в женщине, она его видит в мире, она его видит ко всему, на что направлена ее камера. Вот, например, ее работа для Жанна Поля Готье, «Enfant terrible» французской моды, человека, которого мы знаем по образу Мадонны, да, вот с таким жестким корсетом. Но Поля Готье тоже разный. И вот эти юбки, которые в 98-м году были демодей странными, и какой-то вот такой вот пиджак, который вроде бы не кстати. Посмотрите, из этого ультрамодного, провокативного дизайнера Сара Мун, посмотрите, она не открывает нам модель до конца лицо. Она строит какую-то странную золушку, какую-то принцессу вне времени. Вот эту хрупкую девочку, которая закутана в эти наряды, и она не столько идет, она сколько летит по миру. И мы это видим во всех ее образах, для кого бы она ни снимала, вот, например, закрытые глаза. Вот Сара Мун не привязана к конкретному времени, и Сара Мун не привязана к конкретному месту, хотя каждая фотография имеет мест съемки. Вот это Москва. Сара Мун обожала Москву, обожала Россию, снимала в Москве, в Санкт-Петербурге. И эта выставка, с одной стороны, ретроспектива этого невероятного хрупкого мира, который создает этот художник. А с другой стороны, в этой выставке представлена ее новая работа, которая до этого никогда не показывалась. Индустриальные съемки. Посмотрите, индустриальные съемки всегда это сила. Да, мы знаем, модернизм, Родченко, все модернисты и российские, русский фотоавангард, которые относятся к общемировому течению модернизма, они обожествляли силу индустриальной постройки, силу механизма. У Сары Мун в портах портовые краны такие сильные, они же выглядят у нее журавликами. Посмотрите, вот такие странные журавлики. И у Сары Мун всегда есть художники, которые любят яркий свет, яркую, отчетливую тень. Сары Муны любят заход, Сары Муны любят дождь, Сары Муны любят снег. Вот эту погоду, которую мы считаем проходящей, чтобы дожить до весны, до яркого, солнечного лета. Она раскрывает поэзию этих состояний, эту хрупкость мира, которую она видит везде. Индустриальная съемка, которая впервые показывается, птицы, которые являются важнейшим героем. И Сара Мун вносит в этот мир, вроде бы простроенный, странные эффекты, неожиданных состояний. Посмотрите, она любит снимать животных. Вот кто-то в брошенном автомобиле оставил эту дивную собаку. Посмотрите, как будто нам кажется, что этот снимок подпорчен. Это она часто допускает в своей фотографии. Сара Мун изобретает свой, только ей присущий способ художественного самовыражения. Не все, но очень многие ее работы сняты на полироид. Вот эти мокрые полироиды она совала в карманы своего такого же закутывающего ее пальто. И после этого, когда они разлеплялись, то на снимке оставлялись артефакты воздействия. Отсматривает сюжеты, она отбирает какие-то, где вот эти воздействия непредвиденные оказываются частью художественной системы. Так и жизнь иногда на нас оказывает неожиданное, странное воздействие. И оно может быть благом, как вот эта странная порча, казалось бы, снимков Сара Муна. Посмотрите, сколько в них поэзии, сколько в них пронзительность. Сара Муна – это никогда не праздник, который гремит во все Литавры. У нее только птицы бывают надменные. Посмотрите, какая надменная птица. И мы видим любимейший мотив Сары Муна – это колеса обозрения. Я думаю, что все пробовали в свое время аттракционы «Колесо обозрения». Во-первых, это безумно красиво издалека. Это всегда какое-то украшение города, места. Но когда мы видим мир вот с этой кабинки, которая стоит на земле, мы видим мир одним образом. А когда мы поднимаемся на верхнюю точку – другим. И вот этот круг – это смена перспектив нашего видения, потому что жизнь – это поток. Это так пронзительно, это так гениально. Есть в работах Сары Муна. Посмотрите на ее динные птицы, на ее странных, немного сюрреалистичных персонажей. И на этого гепарда, который непонятно откуда выпрыгивает и куда прыгает. И вот эти праздничные гирлянды, которые летают на закате, когда праздника ждешь или когда он закончился. Это момент, когда всегда немного пронзительно грустно. Посмотрите ее в «Вандерфул». Мы же все время хотим петь «Ля Виа Озе», «Вандерфул». Но эта «Ванда» и это движение опять этого круга бывают удивительными и пронзительными. Потому что слово «пронзительность», наверное, больше всего подходит к этому крупкому миру Сары Муна, который этот мир не изобретает. Она просто открывает нам этот аспект, который есть у жизни, ровно так же, как в жизни. Прекрасна осень, прекрасны сумерки, прекрасен дождь и прекрасен снег. И вот это одна из моих любимейших работ. И это переживание, которое каждый из нас чувствует до Нового года и после. Мы же ждем праздник. Праздник проходит незаметно, жизнь становится той же. Мы каждый раз загадываем желания, а потом остаются гирлянды. Вот этот мир со странными подтеками, странным воздействием на нас, времени, обстоятельств. Он прекрасен. И он всегда прекрасен у Сары Муна. И, конечно, Сара Мун, как и Цилков, не может обойти тему цирка. И вот посмотрите, ее цирк тоже такой странный, такой посередине мира. Мы мира не видим. Кажется, что он где-то посередине какого-то пустыря. И посмотрите, как эта одна буковка немножко полетела. И цирк – это чудо, потому что цирк вырастает из народного творчества, из балагана. И цирк прекрасен для народа, которому нужны хлеба и зрелищ. И цирк прекрасен для интеллектуалов, потому что именно в цирке проявляется и героизм, и свобода. Как человека, так и животных, которые бывают в цирке. Уголок Дурова Сара Мун увидела по телевизору, по французскому телевидению. Приедем в Москву, очень захотела снять театр зверей Натальи Дуровой, представителя знаменитой дрессировочной династии дрессировщиков. Вот он, этот самый гепард, которого мы видели, только в другом ракурсе. Куда он идет? Он идет на малюсенькую сцену. И посмотрите, на этой сцене стоит огромный гиппопотам, который здесь нам кажется всем маленьким, совсем крупким. А мы же знаем силу гиппотама. И мы говорим, ну кожа у человека как гиппопотам, потому что мы знаем, что у гиппопотама очень толстая кожа. Но вот здесь, в этих обстоятельствах, когда гиппопотам, который должен жить, но в тех условиях, где он должен жить, в той природе, где он родился и должен был бы там существовать, он оказывается в ситуации такого маленького, хрупкого, грустного существа. И, наверное, каждого из нас, независимо от нашей силы, мощи, власти, знаний, можно поставить его обстоятельств, что когда мы, как этот гиппопотам, станем маленькими, хрупкими и уязвимыми. И это вопрос того, что такое текст и контекст, в котором мы оказываемся. Вот слоны, огромная она тоже, в маленькой сцене этого театра. Это невероятно поэтичная съемка. Вот ее закулисье Большого театра. Посмотрите, никаких жестких контуров, никаких границ, потому что в жизни все контуры, все границы, они искусственные. В жизни все постоянно меняется. Вот это движение, эту переменчивость, она и снимает. Ну и снова ее любимый мотив, ее мотив – колеса обозрения. Как будто поднимаясь на этом колесе, мы кружимся в нашем круговороте. Дел, забот, обязательств, разные позиции, в которые мы можем остановиться, и тем не менее, круговороте жизни. Я думаю, что эта выставка для тех, кто умеет чувствовать, кому захочется остановиться один на день и услышать себя через эти прекрасные, неартикулированные, казалось бы, но такие глубокие, работая с таким огромным количеством пространств, которые открываются, когда мы с ними ведем внутренний диалог. Вот красное платье, а это красный мак. Посмотрите, как они разговаривают друг с другом. Мак – один из любимых весенних цветов. Мало кто может увидеть его так, как увидела его замечательная, димная, сказочница Рамун. Посмотрите этот портрет Молли. Вот эту женщину, девочку всегда, хрупкую на ветру, идущую сквозь этот мир, с этим детским удивлением. Посмотрите, какая чудная падающая. Но это же удивительная работа. Просто удивительная. Под водой или где-то в небесах мы видим этот полет. И это удивительное переживание. Сара Мун сделала много проектов по сказкам Андерсона. И один из этих замечательных проектов – «Русалка Адервин», которая создана Сарой Мун по мотивам сказки Андерсона «Русалочка». Вот это димное кино, оно здесь показывается. Это то, что не оставит вас равнодушными. Это грустно, прекрасно, чарующе и важно. Я люблю Сару Мун. Это одна из моих самых любимых художниц. Я это редко говорю. Музей открыт во время локдауна с 12 до 9. Каждый день вход по QR-кодам или ПЦР-тестам. И мы ждем, мы ждем всех, кому хочется узнать о самих себе больше. Не просто о великих художниках и звездах, коими являются Сара Мун, а о себе. Потому что работа открывается нам только во внутреннем диалоге. И вот в этой тишине, которую, в эту временную паузу, которую принесла тяжелая ковидная ситуация, где мы можем себе позволить, это прекрасно.